Всего в Алтайском крае в этом году школу заканчивают около 12 тысяч ребят. Сегодня и завтра для них звучат последние звонки. В 126-й школе Барнаула 11-ти классников сегодня лично приехал поздравить глава администрации Барнаула Игорь Савинцев. Градоначальник, родители, учителя все желали ребятам только безоблачной жизни. Торжественное вручение аттестатов о среднем образовании и выпускные вечера в школах пройдут с 25 по 29 июня. Это очень трогательно, потому что мы прощаемся со школой, мы справили 11 лет. Это большая часть нашей жизни. Это очень весомо. Мы здесь стали личностями, в нас вложили очень много знаний, творчества. И мы очень благодарны нашим учителям, директору, заучам. А в понедельник, 25 мая, для выпускников начнется итоговая аттестация. За парты сядут более 700 тысяч школьников со всей страны. В Алтайском крае ЕГЭ в этом году будут сдавать более 12 тысяч выпускников. Это на 43 человека больше, чем в прошлом. Все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами и видеокамерами. Первыми ребята сдают предметы на выбор, географию и литературу. А вот обязательные русский язык и математику – 28 мая и 1 июня. Чтобы получить аттестат, школьники должны набрать минимум 24 и 20 баллов соответствия. Для поступления в ВУЗ балл должен быть выше. К примеру, по математике – 27. 75% выпускников у нас выбрали профильную математику. Значит, это тоже свидетельствует о том, что наши дети и чувствуют силу, что они уверены в своих знаниях. Приехали поделиться опытом. Накануне в Барнаул прибыли московские врачи, занимающиеся лечением желчекаменной болезни. Сегодня они провели несколько эндоскопических операций в больнице скорой медицинской помощи. Конечно, в Алтайском крае подобные операции делают. Ежегодно порядка 200. В Москве, в федеральных центрах, эта цифра гораздо выше. Научиться нюансам при проведении таких хирургических вмешательств – главная цель наших специалистов. Желчекаменная болезнь, она у нас в крае достаточно эндемичный. Здесь и вода, и соль, и экология. Страдают преимущественно чуть больше женщины. Ольга Калачева, Павел Лауронин, информационный канал «Город».